Супротек. Генеральный партнер народного автомобильного журнала. В советские времена самый мощный отечественный мотоцикл Урал запрещалось эксплуатировать без коляски, но из любого правила бывают исключения. Знакомьтесь, М68П-одиночка. Наверное, все его помнят по замечательному фильму «Инспектор ГАИ» Сергеем Никоненко в главной роли. Год выпуска этого экземпляра – 1981. В то время сотрудник госавтоинспекции, патрулирующий свой район на мотоцикле, в любое время года был обычным явлением. В основе конструкции – базовый Урал М6136, выпускавшийся на Ирбитском мотозаводе в конце 70-х – начале 80-х годов. Разумеется, с изменениями. Немного отличается геометрия рамы. С обеих сторон есть указатели поворотов. От встречного ветра и веток водитель защищен обтекателем. Ноги и цилиндры при падении предохраняют щитки и дуги безопасности. На них закреплены проблесковые мычки. На милицейских мотоциклах стояли старорежимные одиночные сиденья-лягушки. Крылья индивидуального дизайна. Левее заднего на раме укреплен насос. Колеса чуть меньше обычных – 18 дюймов. Редуктор задней передачи – скоростной. Двигатель оппозитный двухцилиндровый четырехтактный воздушного охлаждения. Объем – 649 сантиметров кубических. Мощность – 36 лошадиных сил. На нем установлены два карбюратора К301Г с плоскими дроссельными заслонками. У четырехступенчатой коробки передач ножное переключение. Никаких электростартеров тогда не существовало. Мотоцикл заводится по старинке кикстартером. Для подобных ежедневных упражнений требовалась хорошая физическая подготовка. Сегодня тепло и Урал запускается без проблем. Справа на двигателе расположена механическая сирена, приводимая во вращение от маховика. От нее тянется тросик к педали, который находится под каблуком правой ноги. Балансирного вала тут нет, и работа двигателя отдается вибрации в руки. Динамика великолепна. Конечно, за современными мотоциклами и автомобилями он не угонится, но по меркам 80-х – отлично. Двигатель с продольным коленвалом своим гироскопическим эффектом способен изменить намеченную траекторию движения. К этому нужно привыкать. Еще одна неприятная особенность связана с тем, что задний маятник крепится к раме через резиновые втулки. В движении создается иллюзия гуттаперчивости рамы, отсутствие у нее жесткости. Этому экземпляру повезло. Он хорошо сохранился и не подвергался реставрации. Это своего рода живой памятник достойной технике Госавтоинспекции СССР.